Виктория Карлова Первое сентября Я решила помочь мамам и папам И попробую подобрать несколько комплектов школьной одежды И для этого у меня есть помощники Лев и Алина Ну что, ребята, готовы? Да Начнем Ребята увлеклись выбором одежды А я хочу задать вопрос вам Вы любите математику? А может быть пение? А наши следующие герои умеют и петь, и считать И все это одновременно Не верите? Смотрите сами Считать примеры и в то же время петь На первый взгляд кажется фантастикой На самом же деле все дело в технике обучения И называется она ментальная арифметика Способ молниеносного счета пришел к нам из Японии И своим результатом покорил многих Программа, которая развивает умственные способности и творческий потенциал ребенка За счет гармонизации работы обоев в полушарии головного мозга То есть у нас активно включается и левое, и правое И за счет этого результативность у ребят идет не только при счете А по сути дела по всем, по разным предметам и в творчестве в том числе То есть вот как раз ребята, когда они прыгают, приседают, отжимаются Либо читают стихотворения, либо поют песни Мы демонстрируем, что работает два полушария То есть ребенок и считает, и выполняет какое-то другое действие Таким образом растет гармоничная личность У ребенка развивается внимание Увеличивается скорость обработки информации Он быстрее читает, думает Ему значительно легче дается обучение Для занятий нужны специальные счеты Абакус Сначала ребята считают и изучают правила с помощью опоры Ну, то есть они манипулируют действием То есть развивают мелкую моторику Потому что тоже делают это очень быстро И делают и левой, и правой рукой То есть то, что хорошо влияет на развитие детей И леворуких, и праворуких Со временем все действия переносятся на воображаемые счеты Ребята складывают в уме двухзначные и даже трехзначные числа А само обучение превращается в веселую игру Когда я делаю домашнюю работу по арифметике Например, я включаю музыку, пою И считаю, например, на счетах пример Если на счетах или в уме Я тоже решила попробовать овладеть техникой ментальной арифметики Но оказалось, не так все легко, как у юных счетоводов Это 8 Это 9 10 У нас уже приступает левая рука И большим пальчиком одна косточка вверх Это 10 Первые примеры были очень простые И я с легкостью справилась Но как дело дошло до трехзначных Без помощи Кирилла у меня бы ничего не получилось Нам нужно сделать 5 дополнительно А почему? Ну потому что Следующий этап Закрываем глаза И считаем на воображаемом абакусе Это сделать еще сложнее Минус 2 Минус 1 Минус 1 Ответ 0 Навык быстрого счета в уме пригодится в школе Но применить свои знания можно не только на уроках арифметики Ведь постоянно проходят чемпионаты На умение быстро складывать, вычитать и умножать Пока мы узнавали все тонкости ментальной арифметики Наши герои преобразились Давайте посмотрим Какой первый комплект школьной одежды получился у Льва и Алины Дети растут быстро Им просто необходимы витамины для гармоничного роста организма Арбуз – кладезь витаминов Любите арбуз? Да Там есть витамины А, В, С и Е Так как все-таки выбрать правильный и сочный плод? Расскажем в сюжете далее А еще в них косточек меньше, а сахара больше рассказывает Рашид Мусоев Мужчина уже больше 20 лет торгует полосатой ягодой И безошибочно научился отличать арбуз девочку от арбуза мальчика Хотя с биологической точки зрения они не могут быть роднополыми А вот что неоспоримое имеет значение – размер Хорошим почти всегда оказывается только крупный арбуз Отдельного внимания заслуживают желтые пятна на плодах Никакой опасности они не несут Наоборот, чем ярче пятно, тем сочнее ягода Он вот так лежал, ну как рост А этом у него желтая такая Вот так нормальный, спелый, вот сухой Ну там же все выбирают, тоже отправляют Это резко попадается зеленым Потому что все равно, когда снимают, их выбирают Мастер тоже проходит по этим полям и выбирает Чтобы был вот этот сухой И собирает вот так А собрание этих арбузов в Казахстане Просят от 35 рублей за килограмм Массовая торговля начнется только в августе Но уже красноярцы покупают до 10 плодов в день В разгар сезона в 2, а то и в 3 раза больше О спелости свидетельствует сухой хвостик Четкий контрастный рисунок кожуры И глухой звук при постукивании Однако, чтобы по нему определить действительно зрелую ягоду Надо быть фермером или продавцом арбузов с многолетним стажем Пришлось купить, потому что они такие сочные, сладкие Поэтому, наверное, первый раз, но уже пора, наверное, летом как раз Когда захочу, тогда я покупаю, когда есть возможность Берешь, и все Постучишь по нему Он как бы сухой такой выходит Ну, звук такой И все, берешь Ну, обычно нормально, все время хорошее будет И зеленых не было, такие вкусные, сладкие Я не умею их выбирать, арбузы Ну, сейчас вот я их и не беру, еще рано Берем мы арбузики все время где-то в конец августа, в сентябре И тогда они уже больше надежды стоят, они нормальные И надежды эти оправданы, говорят специалисты Ранеспелые арбузы могут содержать нитраты, которые зачастую становятся причиной отравления Определить в домашних условиях переевший удобрений арбуз практически невозможно Проводить исследования, вообще желательно, в том числе и нитратов, конечно, необходимо в аккредитованных испытательных лабораториях Или в лабораториях, которые имеют соответствующее оборудование Если мякоть бледного, бледно-розового цвета или бледно-розового, допустим, семена белые Это говорит о том, что арбуз недозрел и он невкусный Если арбуз перезревший, то, наверное, даже хуже Если арбуз перезревший, то может быть как раз ослезнение, семенный гнезд Это вот такая вот волокнистая структура Такой арбуз, конечно, лучше не есть Еще один совет нитраты скапливается в кожуре плодов Поэтому не стоит экономить и выедать мякоть до корки Хранить ягоду тоже нужно правильно Если вы купили арбуз и разрезали дольками, тогда можно хранить не более суток А если вот так вот напополам или на четверинке, тогда можно хранить только не более двух суток Правильный арбуз выбрать нелегко Если сомневаетесь, то специалисты советуют все-таки потерпеть до августа или сентября Тогда можно будет сказать точно, плоды созрели самостоятельно, а значит полны витаминов Арбузы способствуют улучшению работы пищеварительной системы, устраняют воспалительные процессы в организме человека, а также положительно влияют на зрение Теперь мы знаем, как накормить ребенка правильным арбузом Ну и продолжаем выбирать школьную форму Смотрите, какие комплекты выбрали для ребят Очень удобные и красивые А пока я занимаюсь поиском одежды для детей И мой коллега Игорь Костенков отправился на конную прогулку и узнал все про ипотерапию Смотрим Уже давно доказанный факт, что общение с животными помогает детям развиваться и даже избавляет от некоторых заболеваний Принято считать, что признанные лекари среди животных это дельфины Но в Красноярске дельфинов нет Зато есть вот такие замечательные лошади, которые, поверьте, ничуть не хуже И сегодня мы попробуем узнать, что же такое ипотерапия Вот все знают этот термин, но мало кто разбирается в нюансах Ипотерапия – это не просто верховая езда А метод реабилитации после серьезных заболеваний Она оказывает биомеханическое воздействие на организм человека Тем самым укрепляя его Например, всаднику передаются двигательные импульсы Аналогичные движениям человека при ходьбе Ипотерапия применяется для лечения пациентов с неврологическими и другими нарушениями здоровья Перед тем, как приступить к занятию, лошадь нужно, как говорят специалисты, отработать Дать ей побегать, порезвиться, чтобы во время сеанса она была послушной Поэтому день инструкторов-кипотерапевтов начинается очень рано В 7 утра они уже выходят на тренировочный класс вместе со своими питомцами Именно лошадь является инструментом в реабилитации То есть ее шаг, ее движение, ее походка То есть умение вовремя остановиться Умение согнуться вправо, умение согнуться влево Потому что все это имеет реабилитационное значение А для того, чтобы лошадь все делала правильно С ней работает целая команда специалистов Терапевтическая команда Это обязательно у нас инструктор, кто работает с ребенком Он думает только о ребенке О том задании, которое они сегодня будут делать И дает команды, дает задание коноводу Значит, инструктор имеет обязательно образование по ипотерапии Это просто безоговорочно Значит, и коновод Коновод – человек, который прекрасно знает лошадь Именно коновод управляет всеми движениями лошади Принцип ипотерапии в том и заключается Что всадник пассивен и только выполняет задание инструктора Ипотерапия – это все-таки реабилитационный метод Где фактически под каждого ребенка составляется отдельная программа реабилитационная Если у вас или ваших детей нет прямых показаний к ипотерапии Вы всегда можете заняться развивающей оздоровительной верховой ездой Очень рекомендую попробовать Ведь я, конечно же, не удержался и примерил на себя роль всадника Благо, конь мне достался очень миролюбивый и послушный Да и девушки из команды по ипотерапии все держали под своим контролем Как вы заметили, я сижу далеко не в седле Правильно, это называется гурта, практически на голой спине мерина И знаете, вполне удобно Вот 10 минут занятия, я уже чувствую, как работают мышцы кора, мышцы ног Никакая планка в фитнес-зале не заменит живого общения вот с таким красавцем Это была первая конная прогулка в моей жизни И мне очень понравилось Надеюсь, вас это тоже вдохновит И вы обретете нового четвероногого друга Вот такие полезные знания мы получили за программу И напоследок расскажем, чем можно полезным заниматься вечерами Ребят, чем любите заниматься? Я люблю заниматься скоростением А я люблю кататься на велосипеде Вот такие полезные занятия А сейчас мы расскажем информацию для тех, кто совершенно не знает, куда пойти в Красноярске Итак, вот список событий, которые просто нельзя пропустить Уже сегодня, 18 июля в 20.00 Вы сможете совершенно бесплатно посетить занятия спортом и танцами в Татышев парке В рамках проекта «Ритмы лета» вас обучат стретчингу, джампингу, зумби, йоги, растяжки, акробатическому рок-н-роллу И много чему еще интересному О чем вы слышали, но пока так и не попробовали Если не успеете сегодня, не беда, приходите в четверг в 7 вечера Там же, на острове Татышев, 19 июля в 9 утра Открывается бесплатная фотовыставка «Россия. Идеи для путешествий» Название говорит само за себя Если вы планируете свой отпуск, но пока не решили, куда отправиться Полюбуйтесь на полярное сияние в бескрайней тундре Закат над Алтайскими горами Портреты жителей суровых краев, куда можно добраться только по воздуху И готовые идеи для путешествий придут сами собой А вот на острове отдыха 21 и 22 июля Пройдет финальный этап открытого чемпионата Красноярского края по пляжному волейболу Среди мужчин и женщин Погоду синоптики обещают хорошую Поэтому ничего не помешает вам Насладиться игрой и поддержать приглянувшуюся команду Старт соревнований в 10 утра Если вы любите японскую мультипликацию, проще говоря, аниме То должны в субботу посетить краевую молодежную библиотеку Там вас познакомят с новинками, вышедшими в прокат в этом месяце Просмотр начинается в 15.00 А если вы и сами, ну, очень творческие личности И готовы поделиться своими талантами с окружающими То добро пожаловать на Артберег Открытый микрофон творческой поляны под коммунальным мостом Работает каждый день с 18.00 до 22.00 Сюда может прийти любой желающий Нужно только найти на площадке организатора Ответить на пару вопросов, занять очередь и не оробеть Кто знает, может быть, именно оттуда начнется ваш путь на эстрадный Олимп Надеемся, наша небольшая подборка событий поможет вам весело и интересно провести свой досуг Ну что ж, у нас получилось подобрать три комплекта одежды Они удобные и подходящие для школы А сейчас хотелось бы узнать, какие тренды в детской моде есть этой осенью В этом сезоне популярны очень клетка, изумрудный цвет, обилие аксессуаров А также яркие брендовые носки и гольфы Сегодня это все, что мы попробовали Следите за выпусками нашей программы каждую среду И вы будете в курсе всего самого интересного, что происходит в Красноярске С вами была я, Виктория Карлова Увидимся!